МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости субботы. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расправа. Волновахи расстреляли сотрудника СБУ. Голодный протест. Работники Южмаша вышли на улицу. Полуостров несвободы. Крымские оккупанты продолжают преследовать членов Меджлиса. Особо опасный пенсионер. В Полтавской области задержали ДНРовского шпиона. Дипломатия по-русски. Данию грозят превратить в радиоактивный пепел. Не прекращаются бои на Мариупольском направлении. Российские боевики шесть раз открыли огонь по Широкино, два раза по Старомариевке. Выстрелы прозвучали и в Волновахе. Подробнее расскажет наш корреспондент Эльвина Сеидбулаева. Она с нами на связи. Эля, здравствуй. Какие у тебя самые последние новости? Здравствуй, Леша. А вот утром в Волновахе во время операции по предотвращению провоза контрабанды через блокпост злоумышленники расстреляли сотрудника СБУ. Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых. А вот что касается непосредственно боевых действий, то зона атак расширилась. Террористы из Птура дважды обстреляли Старомаревку. Ранен один украинский военный. В село из-за куберной территории переехали люди. Временно живут в доме престарелых. Это сбомбило. Окна вылетели. Крышу сбило. И дверь. Открылась наглухо. А мы успели выскочить. Горячая точка остается поселок Широкино. Там обстрелы не прекращаются. Российские боевики вновь открыли огонь по нашим позициям. Шесть раз били по поселку. Широкино почти не узнать. Там все в руинах. И по словам бойцов, там работают профессионалы. Вчера вечером была перестрелка. Под утро вроде бы как прекратилось. Но сейчас сами слышите и видите, что со стрелкового оружия идет стрельба. И минометы иногда тоже стреляют. Под звуки взрывов так живут в прифронтовых селах. Сегодня мы побывали в селе Лебединском. И вот о том, как там выживают люди в нашем сюжете. После разрушительных сентябрьских бомбежек боевиков село опустело. Почти все жители, опасаясь за свою жизнь, покинули Лебединское. Магазин работает с перебоями. Продукты подвозят пару раз в неделю. Детский сад и школа закрыты. Он уже восьмой класс заканчивал. А так получается целый год пропустил. А учился хорошо, отличникам был. Жалко, конечно. А сейчас я даже не знаю, в школу пойдет, наверное, уже забыл, как буквы писать. Вот это у нас здесь огород. Тепличка. Что здесь? Редиску посеяли. Все. А после редиски уже садим помидоры. Это основная надежда на выживание. Хозяйка Ольга показывает свой огород. Тут несколько соток земли. В прошлом году у нее гектары земли были засеяны пшеницей, подсолнечником и клубникой. Сейчас в поле не выйти. Там неразорвавшиеся снаряды и мины боевиков. Если не будем ничего садить, мы не знаем, как и будем тогда выживать. У нас и пшеница посажена, надо садить и семечку, и все. Но это как, не знаю, как будет. Мы не работаем так, а живем только с огорода. Всего в нескольких километрах Саханка. Она захвачена боевиками. Мы слышим открытый бой, который ведется кратковременно. Обстрелы, взрывы. Поля здесь под открытым пристрелом. И в любой момент может что-то прилететь. Местные жители с нетерпением ждут окончания войны, чтобы возобновить работы на полях. Эльвина Седбулаева, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. В зоне АТО работает и еще один мой коллега Ярослав Кречко. Он с нами на связи. Ярослав, здравствуй. Какие новости у тебя? Да, добрый вечер, Алексей. Как и в предыдущие дни, наиболее напряженная обстановка на Донецком направлении под постоянным огнем поселок Пески. А в результате обстрела террористами Авдеевки погиб мирный житель. Боевики пытались прорваться в опытное. Атаку отбили на Артемовском направлении под постоянным огнем Майорск. Это недалеко от Горловки. Горады танки не используются. У нас в одном месте достаточно близко подходит зеленка. Они подползают. И когда мы уже чувствуем, что это совсем близко, естественно, мы отвечаем. И хотя из тяжелых орудий в районе Горловки боевики сейчас не стреляют, технику, по данным наших военных, не отвели. БМП, гвоздики, батареи. Ну, то, что знаю, я все не могу вам сказать. То есть, определенно идет накопление живой силы и боевой техники. Кроме постоянной борьбы с разведгруппами боевиков, наши военные сейчас занимаются тем, что обустраивают новые посты, готовятся к обороне и восстанавливают разрушенные укрытия. Откапываем наш бывший блиндаж, который не раз тут нас выручал. Да, видимо. После бомбежек трясуло, оно все сыпется. Ну, вот, хотим восстановить, потому что нам еще родину защищать. Занимаются военные и физподготовкой. Обустроили себе такой полевой тренажерный зал. Там и штанги, боксерская груша, гантели. Все это привезли волонтеры. Приезжали к ребятам они и сегодня с подарками от детей и тем, что военные просили. И несколько слов скажу о Константиновке. Из штаба АТО была информация, что на сегодня провокаторы там планируют антиукраинский митинг, куда собирались приехать боевики. Мы были сегодня в городе и ситуация там абсолютно спокойная. Алексей. Спасибо тебе, Слав, за работу. Это был Ярослав Крещко с последними новостями из Донецкой области. Мы созвонились и сегодня по телефону с местными жителями оккупированных территорий. Что происходит в Донецке и Луганске? Послушайте. Транспортом стоимость является неподъемной. И когда нужно, допустим, пройти три остановки, ты их пройдешь, а не проедешь. Я себе, например, не могу позволить, потому что работы нет. А даже та, которая есть, за те деньги, которые платят, ну это просто невозможно. Хватает реально только на еду, причем на самые простые продукты. Есть машины, и не так уж их и мало, где заклеены номера государственные различными, но как бы наклейками по типу Анка 5050, там Сомали и так далее, и так далее. Наташка такая-то. В принципе, эти машины практически без номеров, они спокойно не останавливаются на светофорах. Местный аналог ГАИ наш в несостоянии с ними бороться, по той причине, что он подчиняется непосредственно ДНР. И эти машины тоже являются представителями боевых подразделений ДНР. Поэтому шансов восстановить и как-то бороться с этим беспределом на дорогах нет. Последние новости из Луганской области узнаем от Вениамина Трубачева. Он сейчас с нами на прямой связи. Веня, здравствуй, как прошел день у вас? Алексей, в Луганской области боевики периодически обстреливают такие позиции украинских военных. Вот самая напряженная ситуация сейчас в районе станицы Луганской, Сокольников и Крымском. Здесь боевики ведут огонь из-за запрещенных 120-мм минометов, но, в принципе, в основном используют пулеметы и автоматические гранатометы. Вот украинские военные, в свою очередь, стреляют только в ответ. Иногда бывает слышны нам звуки выстрелов, тяжелый пулемет, так и стрелковое оружие. Но сказать, чтобы активные были действия, нет. На подконтрольные боевикам территории из России продолжает заходить военная техника. Это данные украинской разведки. Вот террористы сейчас перегруппировывают свои силы. Вот тяжелое вооружение они от линии фронта не отводят, а украинские военные, в свою очередь, продолжают укреплять свои позиции. Сейчас они роют окопы и строят новые блиндажи. Это вот строительные блоки фундаментные. Тогда плиты идут строительные. Потом сверху будет лес укрепляться для того, чтобы артиллерия вражеская не могла поразить наших бойцов. Продолжается ротация военных. И вот накануне домой в Чернигов вернулись танкисты, которые воевали в районе поселков Станица Луганская, и металлисты. Это вот ребята, которые сейчас находятся на передовой, зачастую без связи с домом, мобильные, работают с перебоями. И вот один из бойцов прямо с передовой решил сделать предложение своей любимой. Дорогая Машенька, я живой, здоровый. Я тебя очень люблю и жду. Приезжай, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ну вот, прифронтовые поселки и города в Луганской области постепенно возвращаются к мирной жизни. В Попасной уже работают банки, магазины и почта. Открылись школы и детские сады, и люди возвращаются, в принципе, домой. А еще месяц назад там шли бои, и на улицах не было ни души. Вот жителям сейчас в основном помогают волонтеры и военные. Это продукты стернопольщины. Бараболя, морковь, овощи, макароны, смалец. Ну, все необходимые вещи первого в жидку для мясного населения. Боевики продолжают минировать железнодорожные пути. И вот на этот раз они подорвали полотно вблизи Попасной. Военные говорят, что таким образом террористы пытаются прервать любое сообщение между оккупированными и свободными территориями Донбасса. Алексей. Ну что ж, это были последние новости из Луганской области. Поблагодарим Вениамина Трубачева за работу. В Полтавской области сотрудники СБУ задержали шпиона, который работал на террористов ДНР. 50-летний житель Миргорода, военный пенсионер, за деньги сливал сепаратистам все данные о работе местного военного аэродрома. Информацию о личном составе, военной технике и вылетах самолетов. Как сознался сам задержанный, его завербовал бывший сослуживец по советской армии, который сейчас воюет на стороне так называемой ДНР. Товарищ принимал участие в незаконных, нескольких формулах. После этого он попросил, если будут взлеты, предупреждать. Откуда взлеты? С аэродрома Миргорода. Под час обшуку было найдено обладнение для сбора и передачи информации сторонникам ДНР. Зловомисник затриманный и пребывает под вартою. Наказание за крепкое словцо Коломойского и не только президент объявил Днепропетровскому губернатору выговор. Вот документ, указ уже на сайте главы государства. Формулировка за нарушение правил этики и поступок, который порочит его как госслужащего. Инцидент, напомню, произошел в ночь в четверга на пятницу под зданием Укртранснафты, куда Коломойский приехал после отстранения главы этого предприятия. Выходя от Днепропетровский губернатор, так сказать, без купюр пообщался с журналистами, чем вызвал негодование не только медиаорганизаций, но и очень бурную реакцию в парламенте. Президент, ну а заместители Коломойского, Корбана и Олейника сегодня допросили в СБУ. Такая информация появилась в СМИ. Указание якобы дал исполняющий обязанности генпрокурора Владимир Гузырь. Все это в рамках уголовного дела о похищении начальника департамента корпоративных прав Днепропетровского горсовета. Александра Величко, напомню, удерживали в заложниках. Информацию о допросе Корбана и Олейника в генпрокуратуре и СБУ пока официально не подтверждают, но, кстати, как и не опровергают. В самом Днепропетровске сегодня марш справедливости. Кто вышел на него и чего добивались, знает Наталья Грищенко. Марш начался возле вокзала ровно в 10 утра. Первыми, кто пришел, были сотрудники Южного машиностроительного завода. Предприятие флагмана отечественного ракетостроения. Сейчас здесь огромные долги по зарплате. У людей одно требование выплатить им заработанные деньги. Пока рассчитались, там была часть за июль, а за август полностью закрыли, и за сентябрь полностью закрыли. И пока дальше ничего. Мы будем провести акции протеста до полного погашения заработной платы. Мы требуем, дайте нам денег, дайте тех денег, которые мы заработали. Мы не виноваты в том, что нам надо есть, в том, что нам надо кормить наших детей. Почти к работникам Южмаша подтянулись и другие горожане. Они, в свою очередь, протестовали против повышения коммунальных тарифов и цен на проезд маршрутных такси. Люди построились в колонны и прошли маршем по главному проспекту Днепропетровска. Цены поднялись, проезды поднялись, поднялось полностью все. Денег нет. Мы пришли показать то, что нам надоело уже, то, что делает правительство. Главное, на чем настаивают люди, привести в соответствие к новым ценам старые зарплаты. Весь список требований участники марша принесли чиновникам Гурсовета, чтобы те передали его правительству. Наталья Греченко, Евгений Куденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровск. Украинские СМИ потихоньку возвращаются на полуостров. Уже на следующей неделе в оккупированном Крыму начнет вещать украинское радио. Об этом сообщил министр информполитики Юрий Стец. Во вторник на сайте ведомства обнародуют частоту, на которой можно будет услышать украинские программы. Министр уверен, заглушить сигнал российские оккупанты в этот раз не смогут. Бывшего главу Бахчисарайского района, а с сегодняшнего дня еще и зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова вызывают на допрос в управление Следственного комитета России. Об этом он сам сообщил на своей странице в Фейсбуке. Умеров должен явиться к следователю в понедельник 23 марта. По какому делу в повестке не указано. Известно только, что Умеров вызван в качестве свидетеля. Я думаю, что это связано с этим уже довольно широко известным уголовным делом по 26 февраля. Там, где арестован зампредседателя Меджлиса Ахтемчий Гос, и ему инкриминируется организация массовых беспорядков. Может быть и какая-то другая причина. Например, свободное высказывание своей позиции в отношении аннексии Крыма. Как вы помните, 26 февраля прошлого года под парламентом автономии прошел масштабный митинг противников и сторонников отделения Крыма от Украины. По этому делу допросили уже более 150 человек, пока обвиняемых двое. Один из них зампредседателя Меджлиса Ахтемчий Гос. Сейчас он в Симферопольском СИЗО. Данию в радиоактивный пепел. Российский дипломат пригласил скандинавской стране ядерным ударом, в случае, если она станет участницей системы противоракетной обороны НАТО. Посол Михаил Ванин написал колонку в газету, где прямым текстом сказал, датские военные корабли станут мишенями для российских ракет, а Копенгаген потеряет и деньги, и безопасность. Мед Дании уже возмутился подобной риторикой, призвал россиян не накалять обстановку и напомнил, что никакие угрозы не заставят их отказаться от участия в ПРО. Вот зачем Россия обряцает ядерным оружием, могут ли появиться ядерные боеголовки в оккупированном Крыму, и что делают канадские войска в Арктике. Ответы на эти вопросы искал Дмитрий Еловский, наш корреспондент США. О возможности размещения в Крыму российского ядерного оружия заявил один из самых видных американских политологов, бывший советник президента по нацбезопасности Збигниев-Бжезинский. Он выступал на форуме германского института маршала в Бюсселе и сказал, что Россию от этого шага уже практически ничего не отделяет. Нет ничего, что могло бы остановить россиян в вопросе размещения ядерных ракет в Крыму, если они этого захотят. И правовых инструментов тоже нет. Так что я склоняюсь к тому, что они это сделают. Но гораздо опаснее, подчеркнув Бжезинский, вся ядерная истерия, которую сейчас активно культивирует Москва. Ну тут и многочисленные полеты российской авиации над Европой. Слова чиновников и пропагандистов о том, что военные РФ готовы применить ядерное оружие. Но как повысить стоимость этого прицания ракетами, понять пока очень сложно. Бжезинский уверен, что Западу предстоит найти очень сложный компромисс между тем, чтобы показать России, где ее место, и тем, чтобы дать понять Кремлю. Пересекать некоторые границы уже нельзя. Вот еще одной горячей точкой рискует стать ледяная Арктика. Там недавно прошли учения российских войск, а вот теперь последовали и канадские военные маневры. Продляться они 10 дней и будут проходить в наименее заселенной канадской провинции под названием Нунаву, которая располагается на островах в Северном Ледовитом океане. Пока что народу там немного, всего 200 бойцов канадской армии, но важен тут сам факт. Ведь и Москва недавно говорила, что Арктика это стратегически важный регион. Там есть ведь и шельфы нефти. Но теперь стало ясно, доминировать в этом регионе хочет не только Россия. С каждым днем их все больше. Мировые лидеры не хотят ехать в Москву на опразднование 70-летия победы во Второй мировой войне. Сегодня от приглашения Кремля отказался президент Болгарии. Ранее отказом ответили президент США, канцлер Германии, британский премьер, глава Европейского совета, а также лидеры Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Вот президент Литовской республики Грибаускайте сегодня приехала в Киев. Накануне на заседании Европейского совета в Брюсселе, где решался вопрос дальнейших санкций против России, она отстаивала интересы Украины. На встрече с Петром Порошенко рассказала, ЕС готов поддержать нашу страну деньгами и консультациями. Готова помогать Украине и Литва, например, направить нам своих медиков. Президент поблагодарил госпожу Грибаускайте за поддержку и пообещал как можно скорее провести реформы в стране. Мы продвигаемся в вопросе визовой либерализации с вами, но это остается достаточно проблематичным, пока не будут выполнены все процедуры. Но в остальном, что касается армии, мы тоже готовы ее поддерживать. Также будем рады помочь всем, что у нас есть, окажем и политическую, и материальную поддержку. Обещаю вам, мы также сделаем все необходимое для проведения реформ в стране, для того, чтобы построить эффективную модернизированную армию. Я горжусь тем, что уже 11 стран подписали программы военного сотрудничества с нами. Нашел президент сегодня время и на общение с прессой, и дал эксклюзивное интервью нашим журналистам. Там много чего интересного. Увидеть его вы сможете уже в конце нашей программы. На улицах Тбилиси тысячи протестующих требуют отставки правительства. На акции развернули огромный флаг Евросоюза. Кстати, можно заметить там и украинскую символику. Организатором выступила партия бывшего президента Михаила Саакашвили. Он сам обратился к людям с помощью видеомоста. Нынешнюю акцию назвал решающим этапом борьбы за лучшее будущее. По разным оценкам, участие в акции приняли от 10 до 50 тысяч человек. Быт и рутина первого лица государства. Британцы получили возможность посмотреть на жизнь Дэвида Кэмерона его же глазами. О том, что невозможно было в Межигорье и вполне реально на Даунинг-стрит-10, Оксана Кундеренко из Лондона. Типичное утро в лондонском доме. Глава семейства просыпается раньше жены и детей, чтобы написать письмо президенту Франции. На рабочем столе зубные щетки, в кухне варится кофе. Сардины, помидоры, майонез. Все быстро перемешиваем, намазываем на тост. Больше готовить сегодня не буду. Вечером встреча с королевой. Много всего нужно перечитать. День из жизни Дэвида Кэмерона, снятый его глазами, то есть маленькой камерой, которую глава правительства носит с собой. Лучшее реалити-шоу, которое видела Великобритания. Рабочий день с 6 до 8 с документами. Затем 20 минут провожаю детей в школу. 8.30 принимаю консерваторов до 9.15. Кабмин с половины десятого до половины одиннадцатого. Сумасшедшее расписание, обычная рутина «Слуги народа». Ежедневные визиты, публичные выступления, интервью, встречи в партийном кругу, заседания Кабинета министров. Приветствую. Это одна из последних встреч министров перед выборами в парламент. Зрители увидели, как ведущие политики общаются в неформальной обстановке. И услышали откровения Кэмерона. Оказывается, он почти не смотрит телевизор, не слушает в машине радио, новости читает дозированно. Говорит, иначе информационный поток просто поглотил бы его. Смешно сказать, я слежу за своей страничкой в Фейсбуке, потому что хочу знать, что думают люди о моей политике, о нашей партии. Из других секретов только рецепт приготовления саргин от Кэмерона. Блюдом он накормил съемочную группу. Дотошные журналисты, правда, успели рассмотреть на его кухне все запасы продуктов, составили список и даже указали, что сколько стоит. Спасибо всем, ребята. На сегодня все. Попасть туда – это действительно большая удача. Большинство простых людей видят дом на Даунинг-стрит-10 из-за железной ограды. Здесь, естественно, усилены меры безопасности, но премьер-министр как никогда близок к народу. Или перед выборами пытается таковым казаться. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Где можно увидеть прилив века? Как попасть в тюрьму и заработать при этом миллион? И Жан-Клод Ван Дамм снова свободен. Об этом и не только в нашем обзоре. Жан-Клод Ван Дамм снова может стать завидным женихом. Жена киноактера Гледис Португес подала на развод. Супруги не живут под одной крышей еще с 7 марта из-за непримиримых разногласий. Впрочем, ссоры из избы они пока не выносят и официально ничего не комментируют. Португес родила актеру двух детей. Для Ван Дамма этот развод может стать пятым. Полетал на отходах из ресторана. В Пекине успешно приземлился самолет, выполнявший двухчасовой рейс из Шанхая. Перед взлетом Боинг заправили авиационным вперемешку с биотопливом. Альтернативный источник энергии изготовили из отходов масла для приготовления пищи. В аэропорту по прибытии лайнер и пассажиров ждала торжественная встреча. Готова родную мать убить ради айфонов. Колорадо 12-летняя девочка пыталась отравить маму, которая запретила ей пользоваться любимым гаджетом. Чада подмешивала в молочный коктейль матери отбеливатели и добавляла хлорку в графин с водой. Вскоре девочка призналась маме, что хотела ее проучить. Теперь свой айфон-дурочка-отравительница точно увидеть не скоро. Ее поместили в центр для несовершеннолетних нарушителей. Вышел из тюрьмы миллионером. Житель Огайо Рикки Джексон получил миллион долларов компенсации за ложное обвинение в убийстве. По ошибке Джексон отсидел 40 лет. И только год назад вышел на свободу, когда в деле появился единственный свидетель. Теперь 59-летний экс-аристант собирается воспользоваться преимуществами беззаботной богатой жизни. Старейшая латиноамериканка ушла из жизни в Мексике. Леандре Бекейра Лумбре разбыла 127 швея по профессии, обожала шоколад, очень много спала и никогда не выходила замуж. Правда, мексиканка успела родить пятерых детей и пережить их. Земляки Леандре утверждали, она была старейшей жительницей планеты. Вот только не могла этого доказать, потому что потеряла свидетельство о рождении. Прилив века ждут на западном побережье Франции. Несколько тысяч человек приехали на отрезанный от материка остров Мон-Сен-Мишель, чтобы увидеть редкое зрелище. Аномальный прилив вызвало солнечное затмение. Ученые прогнозируют, в некоторых местах вода может подняться до высоты четырехэтажного дома. Такие приливы из-за особого расположения луны и солнца повторяются на Сан-Мон-Мишеле примерно каждое 18 лет. Беги во имя мира. В Киеве стартовал уникальный спортивный проект. Его участники пробегут 18 тысяч километров. Как, кто, куда бежать будет, расскажет Ольга Теребинская. Так начинается акция «Забег мира». Уже через полчаса стартуют и взрослые. Спортсмены, общественные деятели, политики и просто желающие побегать пришли на главную площадь столицы, чтобы таким образом сказать «Украина за мир». Я желаю и в Европе, и в Украине миру, перемоги, чтобы все люди жили в гармонии и спокойствии. Это одна из самых лучших акций, если очень важно, чтобы мы сегодня собрались, и не только здесь, а в других столицах страны мира, и пробежал этот забег. Это возможность еще раз показать, что мы вместе. Это возможность показать, что мы ведем здоровый способ жизни. Это возможность действительно объединяться нам всем вместе. Эта акция – начало уникального проекта. Команда из 12 бегунов покорит 42 европейские столицы. Бежать будут по очереди, передавая эстафету друг другу. У них у всех за плечами почти не один марафон, а марафон 42 километра. Трое ребят вообще бегают по 100 километров. Каждый человек будет бежать два раза в день, примерно по часу. И на протяжении от полутора до трех месяцев. Забег пройдет в два этапа. На первом команда преодолеет 10 тысяч километров. Финиширует в Париже. Участники команды обратились и в Книгу рекордов Гиннеса. Теперь надеются, что здоровье не подкачает. И они смогут пробежать всю дистанцию. Ольга Теребинская, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Ужгородские школьники перепели песню Кузьмы Скрябина «Мам». И даже сняли клип. Видео в Ютьюб с каждым днем становится все популярнее. Посмотрите вы, как звучит в исполнении детей совсем не детская композиция. Всего за несколько дней 30 тысяч просмотров в Ютьюбе столько набрал клип, в котором ученики одной из ужгородских школ спели песню Кузьмы «Мам». Юным певцам всего по 10 лет. Съемочной площадкой для клипа «Мама» стала начальная школа в Ужгороде. Четвероклассники пришли в нарядных вышиванках, и всего за два часа видео было готово. А началось все с инициативы Леши, так зовут главного солиста клипа, спеть песню Кузьмы на школьном празднике 8 марта. Учителя поддержали. Эта песня мне рассказала, что нужно любить маму, потому что мама – это важнейшее, что я в тебе в жизни. Когда Алексей вместе с одноклассниками спели эту песню на школьном утреннике, мама и учителя плакали. А папа одной из учениц, телеоператор по профессии, предложил снять клип. Дети все золотые были. Там все было снято очень просто, не было никаких сложных технологий. Этот клип, он взял людей простотой и стихами простыми, которые были написаны просто, доходчиво, но и ярко очень сильно. Клип выложили в интернет просто для того, чтобы каждый из учеников смог себя увидеть. Но видео очень быстро стало популярным в сети. Настя – одна из героинь ролика. Говорит, уже стали узнавать на улице. Ну, сказали, что очень красивый клип. Пока что у меня автографы не берут. Ну, я думаю, что скоро и будет. Алеша уже решил, тоже, как Кузьма будет писать песни. С нами поделился своим первым совсем не детским наброском. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал «Интер» Ужгород. Только самые главные и важные новости последних семи дней завтра с вами проанализирует Дмитрий Анопченко в подробностях недели. И вот некоторые из тем программы. Не пропустите в подробностях недели. Я пошел бы с ним в разведку. Украинские спецслужбы получили право работать под прикрытием на Донбассе и в Крыму. Способна ли Украина создать такую же эффективную разведывательную службу, как МОСАД? И что может этому помешать? Все подробности мы выясняли здесь, на месте, в Израиле. Коммунальный ад. Это сколько надо зарабатывать месяц, чтобы вот это вот все оплатить? Зона отчуждения по обе стороны границы. Ситуация в Украине. Там мертвая какая-то зона, значит, где никто не живет. Бо радиации, ну, это не відповідає действи. И в Беларусі. Ну, радиація живе у нас. И все с твоего рода. Я этой радиации не понимаю. Крым. Правда, которую мы узнали только сейчас. В наше распоряжение попали уникальные кадры, снятые украинскими военными внутри окруженных воинских частей. Как решалась судьба Крыма? Кто виноват? И что можно было сделать иначе? Все, о чем говорят и спорят, в подробностях недели. В это воскресенье в 20.00. Ну, а у нас на сегодня все. Спасибо за внимание. Но прямо сейчас эксклюзивное интервью президента Украины Петра Порошенко, телеканалу Интер. Спасибо за внимание.